Глава Твери Алексей Огоньков выступил на заседании городской думы с ежегодным отчетом о своей работе и деятельности администрации областного центра в 2022 году. Подробности об этом в первом материале выпуска. Своё выступление глава Твери Алексей Огоньков начал с основных экономических показателей, а также озвучил данные оценки качества жизни в нашем городе по версии госкорпорации ВПРФ и Министерства строительства России. Качество жизни населения, помимо своих жителей, системно оценивают авторитетные федеральные структуры. В данном случае вебом анализируются 12 параметров. По ряду позиций Твери имеют значение выше среднего уровня. В целом, по данной оценке, индекс качества жизни в Твери соответствует хорошим средним показателям по России. По интегральному индексу качества городской среды, который рассчитывает Минстрой России, Тверь третий год подряд показывает уверенный рост. Исходя из федеральных рейтингов, с каждым годом Тверь получает всё большее количество баллов за развитие городской среды. В том числе, конечно, и потому, что в городе активно реализуются национальные проекты. Благодаря этому в 2022 году в Твери прошла модернизация нитки водовода. Построили новый детский сад, провели ремонты в многих школах и детских садах, отремонтировали более 50 километров дорог, благоустроили четыре общественных пространства. Приоритетными в 2022 году оставались расходы на социальную сферу, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, развитие инфраструктуры города Твери, нашедшее отражение в муниципальных программах. Сухие отчёты и цифры не всегда позволяют увидеть весь спектр реализованных в повседенной жизни. Мы стремимся к тому, чтобы во всех сферах Тверь была комфортным городом, в котором хочется жить. Ежегодно в рамках совместной работы регионального правительства и администрации города реализуются проекты, направленные на повышение качества жизни тверетян и на изменение внешнего облика областной столицы. В завершении выступления Алексей Огоньков озвучил ряд совместных с регионом задач на ближайшую перспективу. В их числе строительство западного моста, ремонт дорог, завершение строительства детской поликлиники в Радужном и детской областной клинической больнице, строительство новых детских садов и школ. По окончании доклада глава города ответил на вопросы депутатов. По итогам заседания работа администрации в 2022 году была признана удовлетворительной.